Добро пожаловать на чудеса исцеления. Иисус живой, Иисус исцеляет. И я рад, что мы сегодня продолжаем нашу тему о божественном исцелении вместе с пастором Сергеем Марининым из города Саратов, Церковь Слова Жизни. Он также является основателем движения исцеления священники Господа. И я уверен, что то, что вы делаете, пастор Сергей, это сегодня как раз та тема, о которой нам нужно говорить, нам нужно приносить в Церковь, в тело Христово, это откровение, понимание, мышление о том, что исцеление — это наша реальность, в которой мы призваны жить. Хорошо сказал. Аминь, да. И сейчас я бы хотел, чтобы мы поговорили с вами о том, что я слышал у вас такую мысль, что наша позиция, она может как бы отличаться, что обычно Церковь, она вот появляется какая-то проблема, кто-то заболел там, какие-то родственники заболели, и тогда Церковь реагирует на проблему. Но вы говорите о том, что может быть другая философия, как бы другой подход, другой взгляд, другая позиция, что мы можем наступать. Вот вы когда говорите о позиции наступления, что вы имеете в виду? Как это понимать? Когда мы говорим о позиции наступления, я подразумеваю вот такую идею, то, что когда мы молимся за исцеление, это тогда, когда ты становишься в позицию, когда нужно обороняться. Вот есть какая-то проблема, и с этим нужно что-то делать. Вот принесли больного, пришел больной. Это уже факт, это уже вот такая реальность. И дьявол, он как бы диктует, это его стратегия. Что вот есть такая проблема, и с этим нужно что-то делать. Я вижу в Библии, я также это вижу в Библии, что отталкиваться от проблемы, это не очень эффективно. Поэтому нам дано слово. Слово, которое говорит, «Ранами Иисуса Христа ты исцелен». И когда мы исцеляем людей, мы должны не только видеть болезнь, мы как будто видим сквозь нее. Важно видеть его исцеленным, потому что в Царстве Божьем нет болезней. Бог нас видит здоровыми через кровь Иисуса Христа. И ты знаешь, нам нужно двигаться именно в этом направлении. Видеть именно то, что говорит Слово Божье. И это принципиально. Получается, что позиция церкви в целом, на наш взгляд, что он больше такой оборонительный, чем наступательный. Да, вот есть какие-то проблемы, их нужно решать. И ты можешь провести любые параллели. Вот я не знаю, там человек говорит, «Я, не хватает денег в семье, вот молодая семья, нужно зарабатывать деньги, устраиваться еще на одну работу, еще на работу, а денег не прибавляется». Почему? А потому что внутри вот есть эта проблема, и он отталкивается. Вроде он делает логичные вещи, ну да, нет денег, надо что-то предпринимать. Но тем не менее, внутренний мир его таков, что там проблема, и он отталкивается не от послания, не от вот то, что говорит Писание, а то, что нужно подрешать. И отталкиваясь от проблемы, он не решает вопрос. И он может работать на трех работах, и денег ему снова и снова не хватает. И когда мы двигаемся в исцеление, мы должны видеть большее, мы должны видеть духовный мир. Как помнишь, однажды Бог обратился к Аврааму, и он должен ему как-то показать вот эту картинку, вот это обетование, вот это призвание. И он говорит, «Послушай, ты отец народов, посмотри на небо, вот эти звезды, это твои сыны, это твои дети, ты отец множества, и он увидел это, он представил это». Это очень важно, когда мы говорим об исцелении. Потому что в Царстве Божьем болезней нет, бесов, демонов нет. Если ты обращаешься к Богу, ты должен принять Его сторону, ты должен принять Его систему координат, Его Царство, две реальности. Что ты видишь своими физическими глазами, и что происходит в Царстве? В Царстве Его кровь, в Царстве исцеления, в Царстве Божий мир. И там нет этого. И тогда мы встаем на это слово, и мы видим самое позитивное послание, это Слово Божье. Что ты изберешь? Божественную реальность или то, что происходит в этом мире? То, что говорят врачи, то, что говорят разные люди, которые жалеют, которые там, ну вот, мы должны видеть то, что говорит Слово. Аминь. Получается, что когда мы вот начинаем жить по Слову, когда вот Слово, оно становится частью нашего образа, такого мысли, мышления, поведения, то как будто бы мы вот от внешних обстоятельств вообще никак не зависим. Что бы ни происходило. Поэтому Писание говорит, имейте Бога в разуме. Нам очень важно вот быть этими благоразумными служителями, благоразумными людьми. Мы предоставляем свои тела на благоразумное служение, тогда, когда Бог в разуме. И это принципиально. Это значит, что вот как бы мышление, которое есть в Царстве Божьем, вот там, в Царстве Божьем, основится наше мышление. Оно вытесняет какое-то там бытовое, земное, негативное, такое ориентированное на скепсис какой-то там. Да, Библия говорит, у тебя ум Христа. И вот где он? Он в духе. И вот нам нужно сделать так, чтобы вот он был и в разуме. Да. И это причем, это не то же самое, что какой-то, знаете, аутотренинг там, самоубеждение. Это образ мысли, да? Который приходит к тебе, от его присутствия, от его слова. Это не самоубеждение. Это реальность, которая становится внутри тебя. Ну да. Твое мышление, твой взгляд. Ты видишь вещи с божественной перспективы. Не с человеческой, не с негативной, не с перспективы там, тьмы или каких-то дел дьявола. Да, сто процентов. Я сейчас вспоминаю вот эту историю библейскую. По-моему, 1 Царств 17 глава, когда Давид пришел, и он увидел вот эти вещи. Божье царство, Божье войско, Голиаф, который 40 дней, он там утром и вечером приходил, и он как бы вот унижал, уничижал вот этот Божий народ. И Давид, знаешь, вот я вижу вот контекст вот этой главы. Он был удивлен. Как так? Божье войско стоит. И вот такие вещи происходят страшные. То есть как бы мы Божий народ. У нас Божье мышление. Мы мыслим, как Иисус. И вот они стоят, и Голиаф издевается. Я представляю просто вот эти вооруженные мужчины, то есть тысячи людей. Вот выходит вот этот враг, вот дьявол, он говорит тебе какие-то вещи, что ты умрешь, что исцеления нет, что у тебя не получится. И люди, они обескуражены вот этими вещами. Но что очень интересно, Давид, что показательно, он не был сфокусирован на этом. Он не пришел на войну, и даже когда он услышал, он услышал в первую очередь о награде. Ты помнишь, то есть там царь объявил, кто сразится, кто победит, полцарства и невеста. И Давид это сразу заинтересовало. Ага. Он сфокусировался, он начал передать. А что, ну-ка, постой, что там дают? Полцарства. Все люди ему, братья говорили, эй, слушай, иди домой. Мальчик, ты что, пришел сюда, иди домой. Он говорит, что здесь дают? Награда, награда, венец жизни, исцеление. То есть он увидел, и он не был сфокусирован, он говорит, вообще нет проблем. Он не смотрел на то, о, гляв, большой, трехмитровый мужик. Он смотрел на то, что будет, когда он силой Божьей одолеет его. Да. Да. Он видел перспективу, смотрел на нее. Да. О том, что исцеление, не то, какой большой диагноз, чего говорят врачи, чего говорит окружение, там, каком состоянии церковь. Он смотрел на то, на обетование Божье. Да. Что будет исцеление, будет пробуждение, будет движение Духа Святого, дары Духа Святого будут действовать через меня. Да. И вот эта позиция наступления, она связана не с тем, что мы отталкиваемся от проблемы, а мы отталкиваемся от того, что говорит Писание. И вот эту тему можно продолжить. То есть, что мы сегодня, мы активны, и мы встаем, мы не ждем сегодня, когда на нас будут нападать. И вот, когда мы говорим о позиции наступления, мы имеем в виду, или мы говорим вот о таком явлении, профилактика. Что такое профилактика? Это предупредительные меры. Это тогда, когда мы опережаем. Так интересно, я в свое время посмотрел статистику, тогда, когда в свой, это исторический момент, в современной истории, когда Япония, она переживала очень непростые такие времена, связанные с этими ядерными действиями на их территории. И после этого, там просто, ну, страшные вещи стали происходить. И они, по показателям, связанные с такими заболеваниями, как рак, они вышли на первые места. И самый высокий процент. Они умирали, умирали, умирали. И через какое-то время они стали разрабатывать целые программы, предупредительные меры, как предупредить. Сегодня, вот, с теми, с тем историческим багажом, они вышли на первые места уже вот через профилактику. Они этот процент просто понизили. И они сейчас на первых местах, то, что в мире рак так прогрессирует, так наступает. Но у них приличное положение сейчас, то есть, вот, за счет того, что они научились предупреждать, что в школах, там, в детских садах, на рабочих местах целая программа, как реагировать, что, как предупреждать, что делать. Специальные, специальные движения. Вот. И, а также, если это перенести на тело Христа, то мы, мы наступаем. Это вот, ну, если ты возьмешь нашу церковь, то это курс исцеления, это обучение, это тогда, когда мы хотим охватить всю церковь. И, когда мы говорим об исцелении, мы не говорим о том, что все люди должны сейчас пойти, вот, знаешь, закрыть свои все дела, оставить, и пойти на улицу исцелять людей. Я вообще не говорю об этом. Я говорю о том, что исцеление, это неразрывно то, что связано вообще с Евангелем. Ну, ты проповедуешь Евангелие. Ну, кто-то проповедует, кто-то нет. Но Иисус нас видит, как учеников. Это тогда, когда мы несем Его послание. И тогда, если ты несешь Его послание, то ты несешь Его послание. И человек, даже в церкви, он сам выбирает вот этот уровень посвященности, то есть, как бы, и получается, когда мы говорим об исцелении, мы говорим о Евангелии. И это значит то, что мы все призваны нести добрую весть, делиться. Это наша миссия. Делиться, раздавать вот этот дух, вот эту любовь, вот эту силу. Царство. Да, ты сегодня небесный курьер. Я однажды проповедовал об этом. Мы вот, мы видим эти импульсы, которые повсюду. Бог показывает нам этих людей, эти обстоятельства. И мы становимся вот этими небесными курьерами. Да. Где мы делимся. И тогда нам нужно создать вот эту культуру, атмосферу. Вот тогда, когда человек, который приходит в церковь, он даже может не понять, кто здесь, здесь исцеляет все, здесь исцеляет атмосфера. Это может происходить не на служении, это может происходить в коридоре, во дворе. Это повсюду, это посреди нас. Это вот разбуди меня ночью, я знаю, что я знаю. Что если я вижу проблему в царстве, этого нет, и у меня есть власти сила. Это же вопросы нашей культуры. Как мы будем к этому относиться? Как мы будем это нести? Или мы будем, знаешь, вот чесать свои затылки и думать, ой, пойдет небо, ну, я, наверное, не призван, ну, знаешь, мне нравится, как апостол Павел или вот кто написал послание евре. Очень четко он говорит о том, что, судя по времени, и он там говорит о начатках, судя по времени, я вижу вот вас так, вы должны быть учителями, вы должны быть уже зрелыми, а вы все размышляете, все рассуждаете, ломаете копья об этих начатках. И что он в шестой главе говорит? И перечисляют вот эти начатки о крещении, о возложении рук, о аде и рае. Он говорит, послушай, это вещи, с которыми первые пять минут, первые несколько месяцев человек сталкивается, и вот с рождением свыше это закладывается, вот этот фундамент, где, послушай, это самые примитивные вещи. Сегодня современной церкви, вот если взять Россию, с 90-х годов началось движение, вот мы находимся сейчас в подобной церкви, нам 25 лет, мы продолжаем рассуждать об этом, мы продолжаем, вот знаешь, какую-то полемику вести, как Бог исцеляет, хочет Он исцелять. Это наше мышление. И все упирается в то, что стоишь ты на слове, есть у тебя решение, абсолютное решение. Я верю в то, что здесь написано. Если ты возлагаешь руки на больного, он будет исцелен. Все. Все. Это закон, это обетование, это не возвращается к Богу каким-то другим образом. Он сказал, Он заплатил за это. И наше мышление, или мы будем продолжать рассуждать об этом, или мы будем стоять, двигаться по этому слову, быть твердым и мужественным. И тогда Бог говорит, тогда я буду двигаться, тогда ты в моей системе, координат, ты в моем царстве. Получается, что когда церковь, она меняется, позиция становится наступательной, тогда и в принципе она становится более здоровой. Аминь. Аминь. Нам нужно научиться проповедовать Евангелие. Нам нужно научиться свидетельствовать. Нам нужно научиться любить Бога. Любить Бога. Он возлюбил тебя. Он возлюбил тебя. Он вложил это в тебя. И никто мне сегодня и тебе никто не может сказать, Антон, у тебя нет любви. Она в твоем духе. И ты принимаешь решение. Будет она проявлена. Будет она в твоей жизни плодом. Или нет. Увидят это люди. Или нет. Есть люди, религиозные, которые это проявляют формально. Он может проявлять, а может не проявлять. А есть люди, которые это делают от своего сердца. В твоем сердце дух. В твоем сердце его любовь. И даже если ты это начинаешь делать формально, неплохо, но продолжая двигаться, часто рема, оно высвобождается по ходу, когда ты берешь слово. И ты начинаешь возлагать руки на больных. И может быть, ты делаешь первый шаг. И может быть, ты чувствуешь какие-то вещи. И дьявол говорит, что у тебя не получится. Ты должен запомнить первое, что это не твои мысли. Потому что, если ты рожден свыше, Бог, я хочу исцелить. Я хочу прикоснуться к этому человеку. И ты делаешь эти шаги. И ты получаешь рема. Ты получаешь озарение в виде вот этого проявления. Проявления чуда. Проявления исцеления. Это активная позиция. И мы все должны научиться ходить в этом. Не исцелять, проповедовать, нести Евангелие. Это не просто хорошее поведение. Послушай, в мире полно людей, которые делают добрые дела, воспитывают чужих людей, жертвуют на разные благотворительные проекты. Мы не отличаемся. Мы отличаемся от них... Не хорошим поведением. Не только хорошим. Не только хорошим поведением. А то, что на нас Дух Иисуса Христа. И то, что мы можем делать, они не могут. Ему не снилось этого. Но мы сегодня сравнялись. Нужно что-то менять. Города, они сегодня должны принадлежать Иисусу Христу. И написано, что люди, что творение ожидает откровения сынов человечественных. Аминь. Когда мы откроемся в той силе, славе Христа, которая внутри нас есть. Аминь. И пойдем по нашим городам и принесем туда пробуждение. Аминь. Мне нравится вот это выражение, где кто-то сказал «Мое сердце Богу, а рука человеку». Вот если сердце Богу, рука человеку, это такое правильное, такое библейское выражение. По-моему, это тезис из армии спасения. Мне это очень нравится. Спасибо вам большое, пастор Сергей. Дорогие, пусть Бог благословит вас. Продолжайте движение. Бог будет через вас действовать. Не останавливайтесь. Благословляем вас. До скорых встреч. Любите Бога. В марте 2017 в один из дней я повредил колено. В этот момент я не придал значения этому, просто потянул, может. На следующий день утром из-за острой боли и невозможности здорово ходить меня увезли на скорой. В больнице, сделав мне рентген, врачи сказали, что это мениск и через месяц поправишься. Я не понимал, что происходит и сложившуюся ситуацию не принимал. Шли месяцы, а колено так и не заживало, я должен был соблюдать постельный режим и передвигаться только на костылях. В скором времени я сделал МРТ, и результат был артроз коленом. И вывод хирургов, что это неизлечимо, заниматься тяжелоатлетикой, как раньше сейчас, я не смогу, и время от времени колено может воспаляться. С этим я не согласился, и в сентябре во время конференции пробуждения в России служили священники Господа в комнатах исцеления. Помолившись, они сказали мне, что на колене был дух немощи и провозгласили исцеление на мою ногу. В течение дней колено перестало болеть, я ставил костыли и стал нормально ходить. И продолжил заниматься спортом, и мое колено стало полностью здоровым. Редактор субтитров А.Семкин